всем огромнейший привет вы на моем канале с вами мельниченко ирина которая отдела майку майами одела свою старую шляпу и решила провести эти выходные в абхазии так как в майами нам сейчас не светит в общем я с таким вот отличным настроением поеду в абхазию и буду снимать для вас видео надеюсь она вам понравится границы минут примерно 20 в принципе очередь двигается учитывая то что это пятница обед в принципе очередь небольшая я думаю что за час мы должны уложить все хорошие классное настроение в том числе и у меня откройте говорит женщина багажник открываю у вас оружие есть что что оружие есть нет губы нет но все езжайте добавно так ну что здравствуй абхазия 1 час 10 минут мы потратили на дорогу вот у нас слева здесь наш любимый дьюти-фри который мы обязательно посетим с ним отдельное видео про него на обратном пути так ну на границе я камеру уберу потому что этого делать нельзя здесь вот слева как раз идут те кто пешком переходят границу потому что иногда ее пешком гораздо быстрее перейти чем на автомобиле вот мы в абхазии абхазам вообще все равно что мы тут что мы им сюда везем паспорт посмотрели в багажник открыли и вперед много конечно различных историй я слышала высокую преступность разные неприятные истории но я считаю что в различные неприятные истории можно вляпаться и не только в абхазии данной россии в том числе и в сочи вот я еду в абхазию 4 всего раз за 9 лет своей жизни в сочи допустим мой бывший муж он категорически вообще абхазию прям не любит хотя он местный житель сочи вот с мамой мы были в позапрошлом году замечательно провели время на источниках прям классно меня все время замуж звали абхазы и спрашивали моей мамы можно можно ли жениться на их дочери забавно так было а в прошлом году я вообще осмелела и съездила одна абсолютно одна так захотелось не побыть одной устала от работы и три дня я абсолютно провела в абсолютном таком спокойствие но единственное конечно я кстати прикреплю видео прошлогоднее свое да где я отдыхала может кому-то будет интересным это был поселок по моему забыла как он называется вот у него название такое забавное в общем деревня деревня но мне как раз вот этого и хотелось чтобы было меньше людей я была без машины приехала я на автобусе вот днем я ходила гуляла спокойно везде по улицам по экскурсиям вечером конечно когда темнело где-то после 8 я уже быстренько быстренько бегом бежала к себе в отель и сидела уже там читала книжку то есть понятно что я по вечерам там нет никуда свой нос не высовывала да вот а у нас же как правило 300 они любят выпить пойти с кем-то еще поспорить ругаться еще что-то поделить вот и тогда конечно может быть можно и попасть какую-то неприятную историю да конечно путешествие всегда независимо от того куда вы едете в какую страну нужно быть внимательным осторожным у меня большой очень опыт путешествие поэтому я всегда так скажем насторожен когда на незнакомой территории поэтому надеюсь что это мое путешествие тоже ничего не омрачит все будет чудесно замечательно и как раз по снимаю с удовольствием для вас видео примерно год назад я была может чуть чуть позже на неделю надо будет посмотреть дату в прошлом году я ездила на экскурсии а в этом году я в принципе особо не планирую на какие-то экскурсии ездить хочу просто лежать лежать на пляже под соснами на песчаном пляже ой абхазы конечно гоняют как сумасшедшие вот и и пить вино и читать книжки и выключить свой телефон вот такой планирую отпуск блин какие же здесь горы но просто природа это конечно здесь что-то с чем-то в сочи такого у нас нет именно поэтому мы сейчас здесь несмотря на скажем не развитую инфраструктуру недоразвитую я бы так сказала но в этом есть своя прелесть цены в принципе я бы не сказала что они сильно отличаются от сочинских то есть допустим обычный отель у меня гостевой дом стоит 3000 рублей но здесь такая вот именно первозданная природа мне сказали что немного людей в этом году пляжи пустые в принципе уже дело к первому сентября поэтому в общем все увидите сами если досмотрите это видео до конца дорога в принципе хорошее покрытие единственное кое-где с правой стороны сейчас я уже проехала асфальт то чтобы разбитый лук он как бы уплыл не уплыла как правильно но я смотрю еще в заднее стекло что в маршрут или что-то посреди дороги едет по встречке сначала не могла понять потом смотрю что ушла дорога вправо ну что ты мне сигналишь ну обгоняй обгоняй прям такие все нервные а я мистер пицунда едем мы в пицунду надеюсь я правильно выговорила это название скорость не превышайте ну максимум я думаю километров на 10 можно потому что второй по моему раз когда я была здесь мы ездили у нас там был один проект гостиничного комплекса и как раз возвращались уже обратно ночью ну естественно дорога пустая хорошая скорость превышали как и все да и два раза нас хлопнули гаишники здесь и здесь даже не помогли мои красивые черные глаза с длинными ресницами торговаться абхазы со мной не стали как сейчас помню два раза по пять тысяч они с меня сняли а вот поэтому в этот раз я решила что лишние деньги я гаишникам платить не буду буду ехать тихо не превышая здесь вот у нас был знак 50 но я еду сейчас 70 сзади там уже есть недовольные товарищи которые почему-то сигналят но и обгонять меня тоже не хотят море здесь классное чистое мы сюда едем именно за этим потому что она чистейшие из него прям не хочется выходить в отличие от сочи в сочи конечно тоже есть неплохие пляжи но с абхазскими они не сравнятся хочу вам показать какие здесь потрясающе красивые эвкалипты смотрите какие классные и вообще просто супер и смотрим мы уже в сторону береговой линии хочется уже скорее занырнуть в море потрясающе красивая природа просто ну камера конечно не передаст но вот эти эвкалипты это просто что-то с чем-то вот такая аллея классная прям супер всем рекомендую если вы будете в сочи в адлере обязательно хотя бы на один день возьмите экскурсии у нас там есть то есть все цивилизованно вас утром рано увезут вечером привезут обязательно обязательно съездите сюда ух ты что такое улей большой был на дереве вот мы наконец добрались до места назначения время пути у нас от сочи вместе с прохождением границы заняло два с половиной часа с учетом небольшого поиска что то мы забыли загрузить карту в телефон поэтому немного здесь поглутали сейчас я думаю первым делом нужно заселиться и отправиться на пляж решили мы отправиться в поисках позавтракать вообще в прошлом году в нашем отеле работала столовая в этом году почему-то она не работает мы сказали нам что вот здесь вот рядом где тоже она есть так а ну вот справа написано столовая и вот здесь прямо еще есть маруся возьми еду с собой в принципе здесь очень удобно такой небольшой пятачок и на нем есть все самое необходимое аптека продуктовый магазин фрукты столовая ух ты капитан блэк песчаный пляж и вечеринки вечеринки так ну это что то вот Индию мне напоминает я бы наверное здесь не стала все таки есть очень уж тут так своеобразно пойдем в сторону пляжа здесь прям место по сравнению с тем где я была в прошлом году очень так все аккуратненько вот пожалуйста рыба пиво пол литра 80 рублей домашний коньяк барбарис литр барбариса стоит 250 рублей и больше всего конечно в этом месте мне нравятся вот эти вот обалденные деревья хвойные как тут классно прям супер очень красиво тоже как раз выход на пляж но мы пойдем на пляж который левее там меньше людей в принципе здесь тоже немного но там прям вообще никого нет давно у нас не было такого классного завтрака на берегу моря цены здесь очень дешевые бутерброд 50 рублей салат 200 рублей яичница 100 рублей чай не помню ну и конечно чтобы вот так вот позавтракать на первой береговой линии в окружении сосен я думаю в сочи точно вы такого нигде не найдете людей на пляже немного а вот тот пляж на который я сейчас отправлюсь чуть левее там и еще меньше будет ну и конечно как я уже говорила основной плюс это то что здесь полоса сосен прямо граничек с первой береговой линией очень классно прям такая целая аллея сосновая здесь нет ни волнорезов ни буйков идеально чистая вода просто супер раздевалки причем в раздевалках кстати даже души стоят туалеты все очень даже здесь вполне цивилизованно и сейчас давайте я зайду до вот этой аллеи сосновой как раз вам хочу ее тоже показать днем конечно еще достаточно жарко а утром и вечером уже прохладно здесь играли волейбом аренда лежаков на весь день 100 рублей то есть примерно по некоторым позициям цены дешевле чем в сочи в два раза то есть допустим в сочи лежак стоит 200 здесь 100 цикады прям заливаются и утром и днем и вечером и ночью ну днем конечно чуть меньше но тоже слышно достаточно хорошо и вот такая здесь обалденная сосновая аллея сосна пицунская редкий вид занесенный в красную книгу заповедник здесь 25 тысяч 440 сосен каждое дерево под учетом и под контролем ну просто потрясающе конечно что тут скажешь классно а воздух супер так ну что я думаю надо уже переодеваться и идти на пляж кстати с правой стороны вот здесь мне еще очень хвалили вкусный плов может быть днем можно будет зайти попробовать узбекский плов, манты, чебуреки, чай, кофе, какао можно можно прям брать у них подносик с чайником и приходить с ним на пляж цивилизация начинает в Абхазии появляться электромобили мы решили сегодня пройтись вдоль сосновой рощи по берегу и посмотреть что там дальше есть в принципе здесь очень все компактно и удобно этим мне здесь нравится но надо сходить на разведку как в Сочи Маша я помню что они ядовитые но трогать их можно нюхать их нельзя опилки у сосен такие интересные после дождя красного цвета сегодня был страшный ливень и гром потом опять выглянуло солнышко иначе на вас подробно быстро меняется погода так же как и в Сочи ну после дождя здесь еще вкуснее пахнет чем вчера мне кажется или может на выходные стало больше людей хотя наверное не кажется потому что действительно на субботу очень много приезжает и местных жителей ближе к море отдохнуть и из Сочи и из Адлера многие приезжают на выходные слева тоже здесь вот какая-то кафешечка без танцев там где мы были вчера там было с танцами а здесь уже без танцев ну пройдем как раз прогуляемся посмотрим что там еще дальше есть закат сегодня не потрясный потому что облака кстати я бы не сказала что в Сочи потрясающе красивые закаты то есть ну обычные закаты есть и покрасивее как говорится спитие спиртных напитков запрещено а что она тут снимает а вот хочет и снимает так всегда людям интересно туалеты кстати достаточно часто вдоль пляжа тоже немаловажно туалеты бесплатные и кстати еще хочу отметить что в кафе и в ресторанчиках за обслуживание сразу берется десять процентов то есть к вашему счету прибавляют десять процентов об этом написано в меню ну и в принципе я считаю что это очень даже неплохо еще одно кафе вдоль побережья судя по музыке тоже с танцами очень цивильное место я вам прям рекомендую для Абхазии вообще супер просто все чисто везде лавочки качельки почти везде есть асфальт на улицах ну а про сосны я уже много раз говорила в этом видео не устану повторять как тут можно классно в тенечке валяться когда на улице жара и палящее солнце а солнышко-то наше даже не видать а оно уже спряталось надеюсь завтра будет хорошая погода у нас еще целых два дня в этом замечательном месте такая вот бухта в купальных костюмах по селу не ходить понятно черный кот перебегающий вам дорогу означает что животное куда-то идет забавные такие тут у них высказывания на табличках на самом деле я тоже считаю что разгуливать в купальниках по городу как-то не совсем прилично особенно на мамайке у нас в Сочи любят своими свои телеса показывать так а здесь что-то у нас тупик тупик и грязь настоящая Абхазия попробуем пройти туда в основном здесь все в небольших отелях но есть достаточно по 5 по 7 этажей я видела там дальше это тоже не маленький отель так что-то я туда уже не хочу идти в эту глину не могу я пройти мимо такой красоты чтобы ее не обнять прям ну такая она мощная классная прям супер сколько интересно ей лет надо посмотреть сколько лет этому заповеднику и тогда мы узнаем сколько лет этим соснам в общем походили мы побродили и побродили и решили что лучше все таки пойти вернуться в проверенное место не знаю правда есть здесь сейчас места или нет потому что в тех двух кафе совсем не было людей мы подумали что наверное не стоит туда идти и раз там мало так народу что-то темно ну много людей потому что суббота сегодня выходной в Абхазии часто бывают перебои со светом сейчас тоже в кафешке света нет темно так не знаю вообще как они там готовят на огне единственный минус данного заведения это то что здесь достаточно долго готовят несмотря на то что допустим сейчас понятно полная посадка а утром допустим всего пару столиков было занято но тоже было достаточно долго но вкусно и классно тут так прям на первой линии возле сосны а свет будет? наверняка да а если не будет вы все равно приготовите конечно у вас с огоньки у нас повара это хорошо спасибо ну с выпечкой конечно будет сложнее а все остальное ну ничего страшного темнота друг молодежи да я думаю официанты нам без меню могут рассказать чем они нас смогут накормить интересно на той линии свет есть а здесь получается без света салат цезарь по абхазии 380 рублей обещали что будет вкусно Маша у нас захотела мамалыбу а я заказала мясо по абхазски вернее это не мясо по абхазски это ажапсандал по абхазски еще у нас будет мясо по абхазски настоящее такое прям фирменное абхазское блюдо так счет у нас номер 69 так мохито 150 пиво 100 мясо 300 мамалыга 140 тэдэк 380 джабсандал 200 чипсы 100 и того 1370 плюс 10 процентов то что я говорила вам это чаевые они уже включены в счет и того 1510 рублей утверждено письмо министерства финансов Российской Федерации какая прелесть от 1993 года класс и вся посуда суда на земле и вся посуда суда на земле и и и и и и и под���idade и в и и и Чем тут еще можно позаниматься? Филинг от рыбок-докторов Сколько стоит? Посмотрим 10 минут 250 рублей 20 минут Со скидкой, слушай, было 500 Зачеркнули, стало 400 Хочешь? Ну, минут на 10 важно На 10? Ну, давай, садись А что, на 20? Не знаю, 20 долго, наверное, сидеть Рыбок не кормить, в обуви не заходить Ноги мыть Вот так вот Сколько минут? На 10 давайте Ха-ха, классно Я тоже как-то раз делала А один раз, я помню, в Китае делала Там большие прям были рыбы Большие прям вольно кусались Ну, как ощущения? Прикольно Ага, забавно Они, получается, лишнюю кожу, да? Да Да-да-да То есть вы их ничем не кормите и получается? Вечером кормите А, вечером кормите А так они, короче, кожей наедаются Это какая-то специальная рыба, да? Да Рыбка-доктор А название у нее есть? Рыбка-доктор А, так и называется Снимает стресс и усталость Нормализирует давление Сохраняет молодость И делает точечный массаж В общем, вот такая чудесная рыбка Вас тут ждет Поснимаю для вас пляж И немного профилософствую На тему того Как мы тут живем в Сочи И как мы здесь вообще оказались, да? Давайте, наверное, начну я вам С сочинских детей Которые здесь уже живут 10 лет То есть, в принципе Море их уже не особо интересует Они вот так вот лежат в тени под сосной И купаться их уже сложно уговорить Круг надули И на этом все закончилось Классный, в общем, здесь пляж Здесь меньше людей Поэтому мы сюда пришли сегодня Так как вот на том пляже Если вам видно Так как раз, где вчера мы были в кафе Там людей примерно раза в 4 больше Ну, а нам, конечно, всем хочется Чтобы было как можно меньше людей Поэтому мы пошли не направо, а налево Море вчера вечером был стиль А сегодня вот немного волна Ну, вполне комфортная Все купаются, загорают Валяются на пляже Отдыхают Спросила я специально В нашем отеле Кто в основном приезжает в Абхазию отдыхать В основном это россияне Из разных городов Ну, и есть, конечно же Желающие такие, как я Из Сочи Из Адлера Вчера вечером много было Абсолютно черного такого цвета А сегодня оно Бирюзовое, яркое, красивое Идеально чистое Просто не хочется из него вылазить Экскурсии на кораблике, кстати, предлагали 600 рублей Вчера, когда мы уезжали Нам позвонила наша бабушка И моя старшая дочь Так, немного с ней грубо поговорила Ну, как и многие подростки, конечно И я прям ее поставила на место Сказала ей такую фразу Что, Маш, ты должна быть очень благодарна Нашей бабушке За все, что она для нас сделала Потому что именно благодаря ей Ты сейчас живешь в Сочи Купаешься в море И все у тебя хорошо А если бы не наша бабушка Ты бы сидела сейчас в Рыкушке В деревянном доме И жарила картошку на старой сковороде Ну, это так, конечно, я утрирую Я просто хочу сказать о том Что всегда нужно быть Благодарным своим родителям Своим предкам Потому что все мы считаем себя Классными, умными, успешными, счастливыми Иногда они, может быть, не очень счастливые Но, тем не менее, за все это мы Благодарны им И если бы не они, то у нас бы здесь, в принципе, вообще не было Ну, это так я немножко Расфилософствовалась на тему Родственных отношений Такое, что-то у меня сегодня настроение Так, что у нас здесь есть еще на пляже, да Ну, прокат я вам уже говорила 100 рублей Зонтики, лежаки Вчера на том пляже я видела Можно покататься на банане Ну, основное, конечно, здесь это Кстати, вот столовая С правой стороны Сейчас туда отправимся на завтрак Она прямо на территории отеля Который на первой линии расположен Ну, отелем, конечно, его сложно назвать Такой мини-частный гостевой дом Ну, локация, конечно, классная В принципе, они симпатично так сделали дорожку И тоже можно завтракать И смотреть на море Наверное, сейчас как раз сюда и отправлюсь Каша овсяная 50 рублей Блины 25 Блины с мясом Сырники 40 Омлет 80 Яичница, сосиска Помидоры Сыр Сарделька Чай, кофе, компот Виноград прям над барной стойкой Классно Компот из фейхуа с лимоном 250 рублей 3 литра Виноград Тоже 350 Кизил 350 Такая же тут столова Сейчас попробуем Как тут кормят Банки так забавно сушат Несмотря на скромные условия Может быть, даже немного антисанитарные Наличие кошечек Букашечек И всего прочего Все равно здесь очень-очень здорово Вкусный, кстати, омлет 275 рублей Весь наш завтрак Два блинчика Сосиска, омлет И два чая Очень даже бюджетно Нормальная столовая Вполне съедобная Туалета, правда, нет Варфая тоже нет Вернее, он есть Но не про нашу честь Только для отдыхающих данного отеля Есть данные услуги Поэтому нас интеллигентно послали подальше Вот мы и вернулись в Россию Классно провели время На обратном пути абсолютно не было никаких пробок За 15 минут мы прошли пограничный контроль Забежали в дьюти-фри Детей и женщин, конечно, туда одних пускать нельзя Они сразу покупают шоколадок На 10 тысяч рублей В общем, классно провели время Всем рекомендую съездить в Абхазию Надеюсь, вам понравилось это видео Если это так, не забывайте ставить лайки И подписываться на канал Я всех была очень-очень-очень рада видеть Передаю всем огромнейший привет Всех целую, обнимаю Увидимся в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok